друзья всем привет вас мастерил такую кормушку маятник маятниковая кормушка называется вот досками закрепил чтобы она не дергалась ну и от рыбы подплывает задевает за вот этот это вообще из вот электрода вот я загнул я как-нибудь сделаю обзор на эту кормушку и только что сегодня сделал вот обычный 110 труба с перехода на 50 трубу 3 самореза крышечка железная шайбочка хомут вот синяя это от трубы вот трубка от питьевого фильтра знаете да такие вот дома ставят тонкой очистки чтобы пить воду вот он прекрасно на четверку электрод на налезает видите когда как сцепается они и трогают спать посмотрим сегодня первый день рыбка здесь тусит возле нее будем смотреть сколько она будет съедать этого корма потому что я даже не знаю мои вечно голодные рыбы их и так три раза в день кормлю да ну а сейчас они будут есть вдоволь и соответственно и малек будет тоже рядом с ними тусоваться есть взвесив воде вообще нету то есть ее так налить стакан вообще нету она просто зеленая цветет плюс 32 час вода температура вода не рыба ни разу к поверхности не всплывает там чтобы воздух хапнуть вот там у меня есть трубой выливается через сетку проливается и булькает такую штуку сделал потому что вот эти маятниковые кормушки которые для рыбы от 5 вот шести с половиной тысяч я такой думаю да интересненько а что у нас можно руками своими сделать вот ну и вот так вот такую штуку сделал как а опустеет она вот я засниму обзор ее внутренностей хотя там человек вот один саморез у так это ли кто-то так просто закручена него петля снизу там шайбочка перед этой чашкой и хомут затянуть чтобы не сползала вниз ну и два самореза здесь держится здесь держится просто это кормушка должна в неподвижном состоянии быть чтобы они когда вот дергают этот поплавок чтобы он тряс вот эту площадку и с нее спадала еда вот если будет подвешено я уже экспериментировал то ничего не сыпается хорошо такие дела он малек стенки объедает очень любит стенки прямо обгрызать толпой стоят и обгрызают ну может водоросли нарастают там всякие микроорганизмы простейшие которые они любят поедать вот так что такие дела проплыла рыбка упал корм и теперь можно спокойно уезжать на неделю на две все зависит от бункера сколько еды туда засунуть вот я сегодня под завязочку засунул посмотрим через сколько она закончится так что такие дела подписывайтесь ставьте лайки задавайте вопросы если есть обязательно отвечу делитесь с друзьями а я буду записывать новые видео чтобы показывать как можно дешево сделать оборудование для содержания рыб и выращивания карпов кои аквапойники и много другого спасибо за внимание всем пока